Мой взор Княгиня старая Сарбата Читает фето сквозь очки И ты, вечерняя прогулка На тройке вдоль Москвы реки Гранитного ли переулка Радушные особняки Мечты Вы, странницы босые Идущие через поля Неповергаемой России Неизменимая земля Редактор субтитров А.Семкин Почти от Боровицких ворот Кремля Начинается одна из старейших улиц Москвы Волхонка В слове этом угадывается имя Древнего княжеского рода Впрочем, некоторые исследователи полагают Что прозвана улица была, скорее всего По кабаку Волхонка Шумевшую в одном из домовладений Волконских Существует в архитектуре понятие Послепожарная Москва Сразу же вслед за изгнанием Наполеона Город начал отстраиваться Это здание с колоннами Служило как бы ключом К восприятию улицей Для идущих и едущих По старому каменному мосту Во времена Пушкина Над портретом которого Бывший крепостной художник Тропинин Работал здесь На углу Волхонки и Ленивки Где поселился, получив Долгожданную отпускную Тропининский Пушкин Слава русской кисти У вас в Москве есть свой Превосходный художник Воскликнул Брюлов Посетив вторую столицу Я задыхаюсь от восторга Радуйтесь Настает время, что и матушка Москва Может погордиться своими детушками Спасибо от Питера, Москве Должно быть Мимо этого невзрачного дома И ходил позировать для портрета Александр Сергеевич Имя поэта присвоено Государственному музею Изобразительных искусств Стоит он в самом сердце Пушкинской Москвы Отдел гравюры и рисунка музея Разместился уютно В особняке 30-х годов Прошлого века В те же 30-е годы И возникла среди московской интеллигенции Мысль о создании музеума Однако открытие его состоялось Почти спустя сто лет Когда профессор университета Иван Владимирович Цветаев Организовал сбор пожертвований На сооружение здания И приобретение экспонатов Строительство по проекту Архитектора Клейна Началось в 1898 году И завершилось в 1912 Ныне Государственный музей Изобразительных искусств Достойный соперник Ленинградского Эрмитажа Сюда на выставку Проектов монумента Освобожденный труд Приезжал Владимир Ильич Ленин Своеобразие Тихого уголка Москвы Манило писателей Художников Бывшая гостиница Княжий двор Тут останавливались Бунин Репин Суриков Суриков писал Приехавши в Москву Я сразу стал на свой путь В январе 1904 года Постояльцем Княжьего двора Был Алексей Максимович Горький Чуть в глубине Старинная усадьба Князей Голицыных Известный дипломат Михаил Голицын Слыл знающим и тонким Собирателем Книг и живописи Гобеленов Мрамора и бронзы Его сын Любитель лошадей После смерти отца Стал распродавать Наследную коллекцию В основном по счастью Российским любителям Многие полотна И ценности Хранятся сегодня Совсем рядом В музее имени Пушкина В 1775 году Дворец Голицыных Был перестроен Казаковым Под резиденцию Императрицы Екатерины II К ее прибытию В Первопрестольную Дом Лопухиных Возведен на месте Палат 16 века Вспоминается Алексей Константинович Толстой В своем дому Любил аристократ Капризные изгибы И уступы Убранный медальонами Фасад На воротах Причудливые группы Голицыны Лопухины Долгоруковы Цвет древнейшей геральдики В усадьбе Вяземских Жил Карамзин Женившись на сестре Поэта Петра Вяземского Здесь он приступил К истории государства российского Подвигу своей жизни Древняя Россия Казалось найдено Карамзиным Как Америка Коломбом Писал Пушкин Бесспорно Что исторические места Пробуждают интерес К прошлому Своей родины Недаром Первую мужскую гимназию На Волхонке Окончили видные Историки Погодин И Соловьев Страстный любитель Старины Островский Гимназия Просуществовало Ровно сто лет Ее выпускником Был и революционный Князь Петр Кропоткин Чьим именем Названы Продолжающие Волхонку Улица Площадь Станция Методиона